Я думаю, что у нас должен состояться разговор в виде круглого стола, между представителями органов власти, общественности, средствами массовой информации, и те, кто представляет правовые вопросы, как и общественных началов, и не только. Сегодняшний семинар круглый стол посвящен вопросам обеспечения и назначения правовой базы для себя благоприятной социальной обстановки на территории городов, расположенной вблизи объектов атомной энергетики, там, где расположены атомные станции Российской Федерации. Необходимость данного круглого стола, это как бы продолжение совместного поездного расследования по экологии и природным пользователям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в город Сосновый гор. При выезде на место были рассмотрены как бы три основных направления. Это строительство замечающих мощностей четырех многоблоков в 1200 и воздействие на окружающую среду и на здоровье населения, и возможное воздействие. Второй вопрос – это размещение дополнительного пункта сохранения радиоактивных отходов, очень мощного на 250 тысяч кубических метров подземного. И третий блок вопросов касался той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Это социальная защищенность, социальная заинтересованность населения, в том, чтобы вблизи них развивались объекты атомной промышленности, которые вместе с собой несут и потенциально очень высокий риск, но, а с другой стороны, обвиняться опытом и понять, почему сегодня население в некоторых случаях высказывается отрицательным по отношению к тому, чтобы развивалась таким образом атомная энергетика, располагаясь вблизи населенных пунктов муниципальных образований. Из истории можно сказать несколько слов, что в советское время при расположении объектов атомных, таких крупнейших, при строительстве атомных станций, на пределе того же города Сословой гор, 20% федерального бюджета, который тратился на создание промышленных объектов, тратился на создание города и всей инфраструктуры, территории, которая прилегала. При создании таких объектов население было обеспечено очень высоким качеством социальных услуг, достаточно высоким уровнем развития и медицинской сферы, и образования, и досуга населения, для того, чтобы привлечь наиболее высококвалифицированные кадры в эту отрасль, для того, чтобы они обеспечивали безаварийную, надежную работу объектов потенциально опасными. Таким образом, началась задача привлечения наиболее высококвалифицированных кадров со всей Российской Федерации на территорию вот таких объектов, объектов, в то время Минца и Маша, где были решены, по сути, все социальные проблемы у человека, это и с жильем, и с детскими садами, и со школами, и со здоровьем, и с занятием спорта. И тем самым, на примере того же города Сосновый год, он один из самых молодых городов Калининградской области, там были решены практически все вот эти социальные вопросы, социальные проблемы. За последние годы вот ситуация несколько изменилась, не несколько, а значительно изменилась, изменилась в совершенно противоположную сторону. На территории городов, которые... На территории городов спутников от родных станций на сегодняшний день происходят такие, ну, как бы, процессы, уже население высказывает свои отрицательные отношения, потому как не видят в том, что при привлечении таких крупнейших федеральных объектов при строительстве и окружении очень серьезную нагрузку несет вся инфраструктура этих муниципальных образований. Начиная с автомобильных дорог при строительстве и сооружении таких объектов, это очень большое количество строительных материалов, грунтов, инертных материалов, которые нужно перевесить. Все дороги в результате приходят в него. Ибо в сметах на строительство таких объектов это не заложено. Значит, при расположении данных объектов идет нагрузка и на электросети, на дороги, на системы водоснабжения, канализования, потому что приезжают дополнительные люди, на сегодняшний день дополнительные люди, с основным двором порядка двух тысяч человек, которые проживают, пользуются всеми благами, и при этом размещены на территории города. И социальная нагрузка идет в целом на муниципальное образование. Объекты, на которых расположена атомная энергетика, они осуществлены от уплаты смертного налога. В результате, чем больше объектов расположено на территории муниципального образования, тем бюджет уменьшается. Когда мы сделали анализ, посмотрели, сколько денег, каким образом распределяется между муниципальным образованием, где непосредственно располагаются данные объекты, и субъектом Российской Федерации, то большая часть налогов, а основная часть налогов, это налогов на собственность, она уходит в бюджет региона. При этом, если смотреть, например, Ленинградскую область, целый, и город Сосновый гор, по сравнению с другими муниципальными образованиями, конечно, он отличается до сегодняшнего дня еще в лучшую сторону. Но при этом потери бюджета, земельного налога, и другие выклады, которые раньше имели, сегодня их город не имеет. Если до 90-х годов бюджет города Сосновый гор пополнялся практически вторым бюджетом за счет того, что расположена атомная электростанция на территории города, то на сегодняшний день эти поступления составляют 10-13%. То есть при бюджете 1,5 миллиарда рублей, 100 миллионов рублей, это копейки, которые, в общем-то, не решают проблемы муниципальных образований. Поэтому возникает вопрос, вопрос вполне закономерный, закономерный от жителей, от общественности, от тех, кто живет на данной территории, что чем больше мы развиваем объекты атомной энергетики, тем в результате население живет не лучше, а становится хуже. Хотелось бы, чтобы вот эту ситуацию изменить, изменить в лучшую сторону, для того, чтобы и создавать тот же самый положительный образ, то, что стремится по отношению к развитию атомной энергетики, но при этом нужно решать все социальные проблемы, которые возникают в муниципальных образованиях, где расположены такие, которые влияют на экономику всей Российской Федерации. Для этого приглашены сегодня в таком составе представители других атомных городов, представители правительства Ленинградской области. Григорий Васильевич Донлас, это советник по экономике губернатора Ленинградской области, исполняющий обязанности вице-губернатора по проблемам ЖКХ и энергетики Пахоманский Юрий Витальевич, представители финансового комитета правительства Ленинградской области, представители соснового убора финансового комитета, ну и вот вместе с журналистами, которые инициировали продолжение рассмотрения данного вопроса, один из со-ведущих и организаторов это главный редактор журнала «Экология и права» Зернова Лена Сергеевна и Федоров Александрович Вячеславович, председатель ассоциации журналистов и экологов Российской Федерации. Ну а остальные, я думаю, в ходе обсуждения познакомиться здесь работает целый день, поэтому хотелось бы обозначенные проблемы, чтобы они прозвучали у каждого выступления, в докладе, и чтобы мы вышли на решение данных проблем и обозначить, что они вообще необходимы для решения, чтобы в дальнейшем поменять ситуацию по отношению к объектам округленно-энергетики у местного населения. Спасибо.